На сегодня в Вологодской области проходит такая технологическая сессия, как это принято теперь называть. Посвящена она очень интересным направлениям технологий, такие как ультразвуковая технология, технологии электрохимические. И вот все самые интересные, прорывные идеи с точки зрения научно-технического прогресса, они сейчас как раз возникают на стыке технологий. И вот ультразвук, электрохимическая дезактивация, вопросы связанные с дезактивацией очисткой воды, это все вопросы, они как раз где-то на стыке различных отраслей научных находятся. И применение этих знаний, применение этих технологий открывает, на мой взгляд, как теперь принято говорить, безграничные широкие горизонты для применения этих технологий в нашей практической жизни. Это конечная дезактивация воды и очистка воды после использования наших коммунальных стоков. Это вопросы, связанные с дезактивацией забортной воды для кораблей, это вопросы, которые связаны, и вот сегодняшняя конференция статистично посвящена как раз новым вопросам в атомных отраслях, которые связаны с вопросами дезактивации использования воды вторичного контура охлаждения реакторов. То есть много очень интересных вопросов, которые связаны с очисткой нашей окружающей среды. По сути дела, все вопросы так или иначе находятся на стыке с экологией. Очень приятно, что наша компания «Александра Плюс» является одним из лидеров. Если говорить в целом по рынку предлагаемых услуг, то это почти 70% всего российского рынка услуг, которые предлагаются компанией. Ну и активное вовлечение в эту работу группы компаний «Росатом», корпорации «ТВЭЛ», одного из лидеров группы компаний «Росатом» с точки зрения научно-технического прогресса, на мой взгляд, для самой компании дает новые возможности. Если посмотреть на научно-техническую деятельность самой компании, то более 100 патентов, которые получены компанией, 30 из них получены в взаимодействии как раз с группами компаний «Росатом». То есть это говорит о широком вовлечении в работу по атомным технологиям нашей компании. Очень приятно, что вологодские компании нашли свое место в высоких отраслях промышленности.